Всем привет! Меня зовут Юля, я ремесленник, и я создаю украшения из дерева. Но сейчас, в преддверии новогодних праздников, я хотела бы показать вам, как сделать деревянную игрушку своими собственными руками. Для этого нам понадобится досочка. Я заранее купила досочку, в любом можно ее приобрести в строительном магазине. И уже заранее подготовила шаблоны. Шаблоны можно найти в интернете, скачать, перенести на бумагу и вырезать. Сегодня мы с вами сделаем ангелочка. Переносим изображение ангелочка на деревянную досочку. Ангелочек у нас перенесен, и теперь мы пойдем его выпиливать. Выпилить такую игрушку можно любым ручным лобзиком, который можно взять в любом прокате инструментов, либо, возможно, у вас он уже имеется. Но я немножко упрощу себе задачу, так как у меня есть стационарный лобзик, то я выпили игрушку на нем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, мы выпилили уже игрушку, и далее нужно ее немножко подшлифовать. Можно сгладить в острые углы и передать уже конечную форму игрушке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть несколько видов зернистости наждачки. Чем меньше число, то есть 60, 80, 120, тем сильнее она дерет, и чем выше, соответственно, эта цифра, тем она более гладкую передает форму. То есть мы начинаем с самой мелкой цифры и переходим к уже самой большой цифре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь игрушку нужно расписать. Можно делать это в зависимости от вашей фантазии, в любой цвет. Как вы видите, ангелочка, можно сделать его белым, золотистым, серебристым, сделать ему глазки, личико. А я предлагаю сделать его золотым. Краски продаются в любых магазинах. Есть магазины строительные, где можно купить обычную эмаль, либо магазины для творчества, где уже продаются также краски. Я приобрела эту эмаль в строительном магазине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо еще поставить крючок для того, чтобы подвесить можно было игрушку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ключок можно сделать самому и в проволоке, либо уже взять готовый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь можно подвесить, просушиться ангелочка, для того, чтобы он подсох. Потом для более гладкой поверхности игрушки я предлагаю еще раз зашкурить ее чуть-чуть. 240-й наждачка, либо 360-й можно, и покрыть вторым слоем. После этого можно будет уже закрепить все это лаком. Также нужно подвесить нашу игрушку на веревочку, чтобы можно было повесить ее на елочку. После того, как игрушка подсохнет, мы ее снова зашкурим, покроем вторым слоем и еще покроем сверху лаком, у нас получится такая вот насыщенная, красивая, яркая игрушка. Поздравляю всех грядинцев с наступающими праздниками, с наступающим Новым годом и Рождеством. Любите, творите, ведь творчество доступно каждому из нас. И не обязательно быть художником для того, чтобы делать украшения или вообще любые изделия ручной работы. Ведь изделия ручной работы несут какую-то особую атмосферу тепла и уюта.